День Города 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 состоянии. Когда-то сестры были известны на всю страну. Романы, повести и стихи Надежды Дмитриевны печатались в самых известных журналах тех лет. У него были две сестры Софья и Прасковья. Это талант ее женщины. Старшая Надежда, она писала частично подписанным Крестовским. Была первая женщина в России, которая получила театрную известность как автор прозаических произведений. Тема «Жизнь молодого человека накануне, отменка Пастопова сразу после этого, на фоне потенциального городка со всеми своими плюсами и минусами». В наше время ее многие не знают. Но тем не менее, когда она была жива, в расследовании своих сил, она была очень известна, получала большие гонорары и стала первой русской писательницей-прозаиком, получившим общероссийскую известность. Как выглядел дом ранее, можно узнать разве что по немногочисленным фотоснимкам. Рязанщина была всегда и остается регионом с большим литературным потенциалом. И ведь долгие годы общественности вынашивается мысль о создании в городе литературного музея. Так вот, по замыслу организаторов, после реставрации объекта на этом месте будет литературный музей. «Насколько рассчитан, часто спрашивают, как скоро это все произойдет. Но этого, конечно, никто пока сказать не может. Все зависит от общих усилий и общественности, и трудовых коллективов, и рядовых рязанцев». Восстановить дом Хвощинских – такая мысль давно витает среди градозащитников и всех неравнодушных. Лишь недавно дело сдвинулось. Инициативная группа начала сбор денег на проектную документацию устраивает благотворительные концерты и субботники. Для прохождения первого этапа необходимо чуть больше двух миллионов рублей. За полгода удалось собрать 400 тысяч. Возможно ли реконструировать такие руины, покажет время. Однако инициативная группа, несмотря на отсутствие необходимой информации о доме, не унывает. И, возможно, через несколько лет баннер снимут, и улицу Семинарскую будет украшать литературный дом-музей сестер Хвощинских. В Рязани работает уникальная методика обследования желудочно-кишечного тракта. Сегодня проблемы с заболеванием желудка и кишечника становятся все более острой. Если раньше эта категория болезней была лишь на третьем месте после кардиологии и онкологии, то сегодня эти заболевания вырываются в антилидеры. С каждым годом возрастающие проблемы экологии и снижение качества пищи только осложняют ситуацию. В мировой практике сегодня золотым стандартом для диагностики заболеваний тонкого кишечника стала капсульная эндоскопия. Процедура неинвазивна и безболезненна. Капсульная эндоскопия позволяет врачу обследовать пищевод, желудок, все отделы кишечника, прямую кишку. Тонкую кишку осмотреть другими способами, в принципе, на сегодняшний день практически невозможно. В качестве эндоскопа используется капсула с размером витаминной таблетки. Пациент проглатывает маленькую капсулу, внутри которой находится видеокамера и встроенный источник света. В течение восьми часов видеокапсула проходит по кишечнику, передавая видеоизображение на записывающее устройство, закрепленное у пациента на поясе. Потом она естественным путем покидает организм. После этого пациент приносит записывающее устройство врачу, врач анализирует полученное видео и ставит диагноз. Какие заболевания? Ну, во-первых, прежде всего, подозрение на, даже не подозрение, а желудочно-кишечное кровотечение с непонятным источником. То есть, вот, желудок посмотрели, нет источника кровотечения. Толстую кишку посмотрели, это стандартные методики, легко выполняются. На колоноскопии нет источника кровотечения, а человек кровит и кровит. То есть, вот такие вот ситуации довольно часто бывают источник кровотечения в тонкой кишке. Редкие заболевания типа болезни крона тоже можно увидеть капсулу, потому что это именно располагается процесс в тонкой кишке. Процедура удобная для врача и для пациента. Она не отрывает последнего от обычных дел и не причиняет никакого дискомфорта. В данном случае здесь достаточно удачно расположена. Опухоль расположена недалеко от толстой кишки, поэтому самое главное, что есть уже подсказка, что туда надо войти. В принципе, это возможно при стандартной колоноскопии зайти в тонкую кишку, пройти тонкую кишку. Тут достаточно близко взять биопсию. Капсульная эндоскопия весьма информативная, что особенно важно для пациента безболезненные методы следования кишечника. В нашем городе пройти такое обследование можно в медицинском центре «Гармония». На этом пока все. Другие авторские программы моих коллег вы можете также увидеть на нашем сайте город62.tv, а также в группе ВКонтакте. Мы желаем вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова